Сражались за свою землю, как советские войска освобождали Севастополь от фашистов. 9 мая 2019, 13-14. Святослав Князев. 75 лет назад советские войска выбили немецко-фашистских захватчиков из Севастополя. Военные историки отмечают, что длительная оборона города сыграла значительную роль в Великой Отечественной. В 1941-1942 годах его защитники сковали значительные силы противника и участвовали в срыве регулярных поставок в Германию румынской нефти. После освобождения Севастополя в 1944-м советское командование получило полный контроль над Черным морем. Город, который был практически стерт с лица земли, отстроили заново за несколько лет. В 1941 году Севастополь, главную базу Черноморского флота, гитлеровца атаковали одним из первых, еще до начала всеобщего наступления вермахта. 22 июня в 3 часа 13 минут фашисты нанесли по городу авиационный удар. В Москве именно из Севастополя фактически узнали о начале войны, рассказал в интервью А.Т. Валерий Володин, директор музейного историка мемориального комплекса 35-я береговая батарея Севастополя. Долгие 250 дней. Вскоре после нападения на СССР Гитлер обозначил захват Крыма и Севастополя как одну из приоритетных задач. В третьем рейхе делали ставку на Блицкрик, но он не удался. А новые боевые действия сильно отличались от тех, которые велись во время Первой мировой, начали в массовом порядке использовать технику, поэтому вскоре остров стал вопрос о крови войны, нефти. Нацистам предстояло решить сразу две важнейшие задачи – обезопасить сообщение между нефтеносной Румынией и Германией, которым угрожали из Севастополя советские авиации и флот, а также ворваться через Крым на Кавказ и захватить советские месторождения Черного Золота. Также по теме привыкла быть лидером, как летчица Валентина Грязодубова стала первой женщиной, героем Советского Союза. 27 апреля исполняется 110 лет со дня рождения Валентины Грязодубовой, первой женщины, ставшей героем Советского Союза. По словам «И если бы Гитлер смог быстро воплотить в жизнь свои намерения, то, скорее всего, ни Сталинградской, ни Курской битв уже не произошло бы», – подчеркнул Валерий Володин. В сентябре 1941 года нацисты смогли ворваться на Крымский полуостров, разбив советские войска в районе Севастополя и Керчи на две части. В середине ноября гитлеровцы вытеснили Красную Армию с востока Крыма, полностью сосредоточившись на главной базе Черноморского флота. Хотя строительство укрепления Севастополя осенью 1941 года еще не было завершено, подступиться к нему все равно было непросто. Значительную часть внешнего периметра города защищали горы. С моря его прикрывали артиллерийские батареи. Вдоль дорог были установлены доты и дзоты, по железнодорожному полотну курсировали бронепоезда. Гарнизон города составлял около 21 тысячи человек. Однако в дальнейшем он был усилен за счет эвакуированной из Одессы Приморской армии и народного ополчения. Женщины и дети на оборонных предприятиях заняли места ушедших на фронт мужчин. 30 октября начались бои на дальних подступах к городу, а через три дня нацисты атаковали внешние рубежи Севастополя. Параллельно в город стягивались все советские войска из прилегающих районов Крыма. 10 ноября Севастополь оказался в полном окружении, но, несмотря на это, в него с боем прорывались отдельные советские части, например 184-я дивизия, сформированная из войск НКВД и прикрывавшая отход Красной армии из Керчи. В ноябре численность советских сил в Севастополе достигла примерно 50-55 тысяч человек. Им противостояла немецко-румынская группировка под командованием Эриха Мэнштейна, включающая порядка 200 тысяч человек, 450 танков, 2000 орудий и 600 самолетов. 11-21 ноября гитлеровцы атаковали Севастополь по всему периметру, но их попытки прорваться в город не увенчались успехом. Большая часть кораблей Черноморского флота были выведены на Кавказ. Также по теме. Нацисты утратили моральный дух, как освобождение Одессы повлияло на ход Великой Отечественной войны. 75 лет назад Красная армия освободила от гитлеровских войск Одессу. Два с половиной года город был оккупирован и считался. 28-29 декабря 1941 года советские войска провели массовую высадку десантов Керчи и Феодосии. А 5 января 1942 год батальон морской пехоты, усиленный сотрудниками НКВД и бойцами разведки флота, высадился в Евпатории, подняв в городе восстание. Однако сил помочь Севастополю у красноармейцев и краснофлотцев не хватило. Евпаторийский десант практически полностью погиб за 4 дня боев, только несколько человек смогли пробиться к партизанам. А наступление на востоке полуострова в апреле 1942 года захлебнулось. Основные силы Красной армии покинули Керчь в мае, и только небольшая группа героев держала до октября 1942 оборону в Аджимушкайских каменоломнях. 17 декабря 1941 года гитлеровцы предприняли вторую попытку штурма Севастополя, планируя за 4 дня завладеть городом, но и она провалилась. В начале 1942 нацисты стянули в южную часть Крыма сверхтяжелую артиллерию, включая знаменитое орудие Дора с калибром 807 мм, длиной ствола более 30 метров и массой снаряда 7Т. К лету 1942 года гитлеровское командование сконцентрировало против Севастополя 6 немецких и румынских корпусов, построенных в несколько эшелонов. В распоряжении нацистских войск находилось 208 батарей. Манштейн писал, в целом во Второй мировой войне немцы никогда не достигали такого массированного применения артиллерии. По его словам, сегодня многие склонны обвинять командующего Черноморским флотом и Севастопольским оборонительным районом Филиппа Октябрьского в том, что он не организовал эвакуацию личного состава, в результате чего несколько десятков тысяч военнослужащих оказались в плену, однако это не совсем корректно. Защитникам Севастополя был дан приказ, никакой эвакуации. А условия 1941 года сильно отличались от сегодняшних, отметил Володин. В итоге, когда немцы уже входили в город, из Севастополя на самолетах и подводных лодках вывезли только около 1,5 тысячи командиров и некоторое количество раненых. Несколько тысяч бойцов смогли покинуть город на легких плавсредствах, и в открытом море их подобрали советские корабли. Безвозвратные потери советских войск в битве за Севастополь составили около 150 тысяч. Человек, санитарные, чуть более 40 тысяч, в то время как немцы и румыны потеряли в ходе усады и штурмов города около 300 тысяч. Человек. Оборона Севастополя сковала значительные силы гитлеровцев и существенно задержала наступление нацистов на южном направлении, отметил в беседе С.А.Т. Дмитрий Суржик, историк-методист Музея Победы. Годы оккупации Адольф Гитлер планировал полностью заселить Крым немцами. Превратив его в арийский курорт. На эту мысль его натолкнуло то, что в среднее веко на полуострове некоторое время жил германский народ Готы, рассказал Суржик. Сразу же после захвата города в нем был установлен жесточайший оккупационный режим. Советских военнопленных, в том числе и раненых, грузили на боржи, выгоняли в море и поджигали. Тех, кто пытался спастись вплавь, нацисты добивали из пулеметов. Кроме того, раненых, больных и обеселевших от голода военнопленных сбрасывали в воронки от авиабомб и закапывали заживо. После освобождения города было обнаружено и 190 ям, в которых нацисты заживо похоронили свыше 2000 человек. В городе провели тотальную регистрацию населения и ввели комендантский час, нарушение которого каралось расстрелом. Выявленных в ходе регистрации коммунистов, комсомольцев, сотрудников правоохранительных органов, пожарных и евреев убивали сразу. Остальных направляли на принудительные работы. Продукты питания у жителей города изъяли. Работающим выделяли 300 граммов хлеба в день, детям – 100 граммов. Кроме того, работающим выплачивали зарплату в размере 250-300 рублей в месяц, при том, что 1 килограмм сала стоило около 1000 рублей, а буханка хлеба – порядка 200. Иногда жительницам Севастополя удавалось проникнуть в соседние села и обменять одежду, швейные принадлежности и мыло на овощи. За время оккупации нацисты убили в Севастополе более 27 тысяч. Горожан и военно-пленных угнали в рабство около 45 тысяч человек. Несмотря на огромную концентрацию гитлеровских войск и спецслужб, в Севастополе действовало советское подполье. В самую многочисленную коммунистическую подпольную организацию в ТЛУ немцев – КПАФТН, который руководил бежавший с плена военнослужащий Василий Ревякин, входили около 120 антифашистов. Подпольщики спасали военно-пленных и жертв нацистских преследований, организовывали диверсии, распространяли листовки и передавали информацию для разведки Черноморского флота. Весной 1944 года, перед самым освобождением города, Ревякин и ряд его сподвижников были арестованы гитлеровцами и казнены. Стремительное освобождение Осенью 1943 года советские войска прорвались к Перекопу и высадили десант в районе Керчи, захвативший плацдарм на востоке Крыма, но дальше продвинуться не смогли. 8 апреля 1944 года началась Крымская наступательная операция. Ударами с севера и востока полуострова Красная Армия за несколько дней освободила Керчь, Феодосию, Симферополь, Евпаторию, Саки, Судак, Ялту и Алушту. 15-16 апреля советские войска вышли к Севастополю, но сходу взять город не смогли. Можно легко увидеть разницу между советскими и немецко-румынскими войсками. Если наши солдаты, получив приказ держаться до конца, сражались до последнего, то немцы и румыны были, несмотря на все команды своего руководства, настроены только на эвакуацию, рассказал Володин. Советские войска начали перегруппировку и разведку боем. Вычислялась каждая огневая точка противника. Командующие армиями ставили задачи подчиненным не на картах, а прямо на местности. Основный удар решили нанести между Сапун-горой и высотой Горная. Этот участок немцы лучше всего укрепили, но здесь могли пройти танки, и в случае прорыва отсюда можно было быстрее всего добраться как до центра Севастополя, так и до пригородных мысов Фиоленты и Херсонис, откуда гитлеровцы планировали эвакуироваться. Также по теме. По всем канонам военной науки, Минобороны РФ рассекретила документы о боях за освобождение Крымар. К 75-летию начала Крымской наступательной операции Минобороны РФ опубликовала материалы о ходе боевых действий и подвигах советских. Самый сложный участок немецкой обороны, Сапун-гору, атаковала Приморская армия. Штурмовые группы шли в бой по раме, свежая сменяла ту, что исчерпала свой ресурс. 5 мая началось наступление 2-й гвардейской армии на Микензиевы горы, а 7 мая – генеральный штурм укрепленного района. Вечером Сапун-гора была взята. Немцы пытались контратаковать, но безуспешно. На следующий день 2-я гвардейская армия вышла к северной бухте Севастополя. Немецкий гарнизон оказался зажат в клещи. 9 мая советские войска синхронно форсировали Северную бухту и атаковали по всему фронту. Город был освобожден от нацистов. Остатки гитлеровцев бежали в западные пригороды, где 12 мая сдались в плен. Многие нацисты и коллаборационисты бросались в море. Позже они признавались, что были охвачены сильнейшим страхом. Гитлеровцы боялись даже не советских солдат, а возмездия со стороны севастопольцев. В результате боев 1941-1944 годов Севастополь был практически стерт с лица земли. В нем оставалось лишь около 3000 жителей. Для восстановления города были приняты беспрецедентные меры. При совмине РСФСР создали отдельное управление по восстановлению Севастополя. В работах принимали участие люди со всей страны, и уже к 1957 году город был полностью отстроен заново. В 1947-м в доме офицеров Черноморского флота прошел открытый суд над гитлеровскими преступниками, виновными в зверствах против населения Севастополя, Крыма и Кубани. Включая бывшего командующего нацистскими войсками на полуострове генерал-полковника Эрвина Янеки. Они были приговоры к 20-25 годам в Варкутлаге, но после смерти Сталина выпущены на свободу. Оборона Севастополя советскими войсками длилась значительно дольше, чем освобождение. Ведь наши воины сражались за свою землю, а гитлеровцы не хотели оставаться в чужой, заключил Володин.